Начнем мы с последней информации, которая приходит из Иркутской области. Там на месте крушения самолет Л-76. Найдено уже тело шестерых членов экипажа. Всего на борту находились 10 человек. Также обнаружен был бортовой самописец. Поисковые работы продолжаются. Нашли пропавший самолет этой ночью. И по кадрам с места крушения видно, что машина практически полностью сгорела. Почти не тронута только хвостовая часть. Упал Л-76 на склоне Сопки, недалеко от населенного пункта Рыбный Уян. Там сейчас работают спасатели, следователи, эксперты Межгосударственного авиационного комитета. На месте сейчас уже работает около 100 спасателей. Первостепенная задача это сейчас сделать и подготовить вертолетную площадку. Для этого нужно выпилить там весь этот лес, который окружает. Приблизительная площадка эта выбрана где-то порядка 150 метров. Уже к месту доставлены сотрудники МАКа и Следственного комитета. Соответственно, они сейчас приступили к выполнению своих служебных обязанностей по факту данного крушения. Напомнил, 76 тушивший лесные пожары не вышел на связь 1 июля. Известно, что он сбросил воду, развернулся, чтобы взять курс на базу. По некоторым данным самолет упал, задев верхушки деревьев, потому что не смог набрать необходимую высоту. Говорить о точных причинах аварии можно будет только после расшифровки черных ящиков и комплексного расследования. Добавлю, что завтра в Иркутской области объявлен день траура.